Забор приюта. Огороженная территория это и безопасность и место для животных летом. Дальше, как говорится, больше насчет домашнего мини-приюта Девять Жизни. У нас по забору поваленная крайняя плита, то есть зайти может не только собака, как раньше говорила волонтер, но и даже большой человек. На днях волонтер Влада нашла свежие бутылки и мусор во дворе. Получается, что кто-то заходил во двор в ее отсутствие. Район злачный. Девушке в одиночку страшно находиться там с животными. А для того, чтобы завести охранную собаку, опять же нужно делать тот самый злополучный забор. От времени когда-то хороший еврозабор покосило. Калитка с первого дня не закрывается. С отчимом думали кинуть листа 4 правнастила. Это опять же денег, космос, по ценам на все. К окончательному потеплению нужно делать летнюю площадку для животных. Необходимый вольер из рабицы, прилегающий к дому, чтобы был свободный выход. Будем пробовать делать своими руками, если найдем нужные материалы и средства тоже. Может тогда что-то и получится. Планов и задачи предостаточно. Но для осуществления хотя бы частичных работ нужны немалые средства, которых сейчас нет. Жизнедичность приюта состоит только из помощи неравнодушных и частично... Извиняюсь, не частично, а истинно... Сочувствующих простых людей. Мини-приюты не финансируются государством. У нас нет постоянных крупных помощников. Хотя, учитывая количество животных на содержании, выжить достаточно сложно. Тем более в военное время. Любую оказанную помощь к приюту примет волонтер с благодарностью. Это наш еврозабор. То есть, вот это еще хоть как-то. Вот о чем я говорила. Крайняя плита поварена. Вон тут бутылки у нас сваляются. Это каждый день, можно сказать, райончик. То есть, очень веселый. Это соседский забор. Ну, а это наши плантации. То есть, тут однозначно нужно что-то делать. Потому что, ну, то есть, любой может человек зайти сюда просто во двор. Вот столб повален, покошен. Это наш двор. Таким образом она рухнула 6 лет назад. И пока ничего тут не придумать. Кроме как все делать заново. Это наша калитка центральная. Ржавая, все старенькая. От возраста она просела. То есть, она не закрывается. Вот эта петля, она встык не входит. Ну, никак. То есть, вот я пытаюсь, но никак. То есть, вот таким методом, просто на прихлоп, она закрывается. То есть, свободно можно открыть ее. Вот так вот она проскакивает. Это калитка наша.